Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Сначала думал о родине, потом о себе. В день 95-летия первого секретаря Куйбышевского областного комитета партии Владимира Орлова в театре оперы и балета собрались его коллеги, друзья и родственники. В Самаре официальное потепление. Коммунальщики дали старт отопительному сезону. Самара просвещенная. Участников конкурса «Учитель года-2016» познакомились с достижениями самарских педагогов. В Самаре официальное потепление. Коммунальщики дали старт отопительному сезону. Постепенно теплеют батареи в детских садах, школах, больницах. Затем начнется плановое подключение тепла в жилом фонде. Когда в домах наступит ласковый май, узнала Марина Матвейшина. Осенне-зимний максимум 2016-2017 стартовал. На слонге коммунальщиков так называется отопительный сезон, потому что это период максимальной нагрузки и ответственности. Впервые по распоряжению главы города максимум начали, не дожидаясь температурного минимума. Если раньше по нормативу тепло пускали только когда среднесуточная температура за окном не поднималась выше 8 градусов в течение 5 дней, в этом году таких показателей решили не дожидаться. Город к пуску тепла готов. Еще в пятницу подписано постановление о начале отопительного сезона, поэтому мы заранее это сделали, чтобы мы ровно и плавно вошли до 5-10 октября. Урегулировали все гидравлические режимы к этому времени и плавно вошли без крика. Я думаю, нам это удастся в этом году. В первую очередь к теплу подключают объекты социальной сферы – дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники и школы. Постепенно тепло будет поступать и в жилые дома. Подготовка к отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего периода. За процессом следил специально созданный штаб по подготовке города к зиме. В первые недели сентября межведомственная комиссия проверила готовность потребителей тепла и по результатам выданы паспорта готовности. Готовы коммунальщики и к форс-мажорам. Потому что в городе тысячи километров теплотрасс, и господин Андреевич каждый год бывает и будет и в будущем, без сомнений, когда будут пускать тепло. Походится все равно какие-то новые дефекты вводов дома, дефекты теплотрасс, будут останавливать, выпускать, чинить. Это обычная рабочая ситуация, которой занимается город совместно с энергетиками. Через две недели после старта отопительного сезона начнет работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Сначала думай о родине, потом о себе. Под таким девизом прошла жизнь Владимира Орлова. Герой социалистического труда, первого секретаря Куйбышевского областного комитета партии. В день 95-летия Владимира Павловича в театре оперы и балета собрались его коллеги, друзья и родственники. На торжественном вечере побывала Лариса Шалафаст. Человек труда, человек дела. Так говорят о Владимире Орлове, первом секретаре Куйбышевского областного комитета партии. Человек, который много сделал для города, области и страны. Владимир Орлов возглавлял Куйбышевскую область 12 лет, с 67 по 79 годы. В это время были построены и начали работать Волжский автомобильный завод. Куйбышев Азот, Синтез Каучук, нефтеперерабатывающие предприятия, шоколадная фабрика «Россия». Выдающийся политический деятель в семье был заботливым мужем и отцом. Он жил действительно простой жизнью. По воскресеньям мы собирались все за столом, это был обед воскресный. Суббота, воскресенье – это были обычные семейные дни, когда мы ездили на рыбалку, купались. Господи, да все делали, что нормальные люди. Тот период активного развития региона сравнивают с нынешним. При Орлове только за одну пятилетку почти 650 тысяч жителей области получили квартиры. И сейчас темпы строительства жилья такие, каких не было несколько десятилетий. Возрождается промышленность, Самарская область вновь становится опорным регионом страны. В своей приветственной речи губернатор Николай Меркушкин отметил, что дальнейшее развитие области и страны в целом должно базироваться на том примере, который был заложен предыдущими поколениями, в частности Владимиром Орловым. Орлов и столь приятных, которые нам все это передали, передали и мощь, и силу, и все то, что настроено, до сих пор составляет примерно 80-85% стоимости нашей государственной формы. Если мы, молодые люди, пример брать таких, каков, то мы точно будем жить в великой стране, сильной стране, будем на самом деле оставить детям в руках, в руках, в землю и страну, в ту, которой они могут и гордиться, и помогут и дать. В память о Владимире Орлове губернатор предложил выпустить книгу, снять документальный фильм и рассмотреть вопрос о том, чтобы назвать в честь Орлова одну из улиц в Самаре. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Государственные награды Самарской области сегодня получили более 20 человек. Среди них люди разных профессий – актеры, врачи, преподаватели, работники сельскохозяйственной отрасли и промышленных предприятий. Церемония прошла в здании регионального правительства. Награды вручал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников. Шесть человек получили почетный знак губернатора с формулировкой «За труд во благо земли Самарской». Званием почетного работника авиационно-космического комплекса удостоен Александр Шейн, начальник цеха завода «Кузнецов». Ответственность сборщиков всегда на первом месте. Сборщик всегда отвечает за качество выпускаемой продукции. И не только, и всего предприятия. Мне нравится вообще техника, с которой я работаю. Это очень умная, грамотная. Но она уникальная техника. По праву мы считаемся и космической столицей России. У нас серьезные достижения в здравоохранении, у нас серьезные достижения в культуре. И могу сказать, что все эти достижения, вся та гордость, которая в сердцах и в душах наших людей за эти годы сформирована, она, конечно, делается людьми. Самара – просвещенные участников конкурса «Учитель года-2016» познакомились с достижениями самарских педагогов и системой образования в городе в целом. Встреча прошла в одной из самых престижных школ Самары – 41-й «Гармония». Марина Матвейшина побывала на этом собрании. С задором и огоньком встречают конкурсантов и членов жюри в 41-й школе Самар. Здесь находится база конкурса «Учитель года-2016». Впервые за всю историю профессионального состязания представлены все 85 регионов страны. Участники волнуются и готовятся к испытаниям. Члены жюри, а это победители конкурса прошлых лет, надеются на новые открытия. Это, конечно, волнение другого рода, потому что очень хочется не пропустить что-то интересное. Тут задача не кого-то там, как член жюри, сказать, как нужно или как не нужно. Задача поддержать, на мой взгляд, то интересное и необычное, потому что это все-таки конкурс, где самое главное во главе именно личность учителя. Он называется «Учитель года». Не какие-то бумаги, не какие-то портфолио, не какие-то достижения даже, которые вне этого конкурса, а именно то, как личность справится вот здесь и сейчас. Это в идеологии конкурса. И очень хочется, как члены жюри, не пропустить вот эту уникальную личность на этом конкурсе. Всероссийский этап конкурса проходит в Самаре, а потому всех участников знакомят с самарской системой образования. И рассказывают, как она изменилась за последние годы. В Самаре всегда было сильно гуманитарное образование. Школьники традиционно занимали и занимают первые места в Олимпиадах по этим предметам и получают высокий балл на ЕГЭ. Сейчас развивают и техническое направление, причем уже с малых лет. В детских садах ребята пробуют себя в робототехнике. Об эффективности и высоком уровне системы образования в Самаре говорят достижения учеников, подтверждает мэр города. Только за последний год количество медалистов, которые были выпущены из школ, общее количество медалистов составляет 40% от количества медалистов, получивших образование по всей области. И их число растет. В прошлом году было 630 медалистов, в этом году уже 712. 92 школьника получили стобальный результат на экзаменах, четверо из них по двум предметам. То есть, представляете, такой труд наших педагогов. И мы очень этим гордимся. После знакомства участники отправляются готовиться к напряженной конкурсной работе. Пятеро финалистов будут известны в субботу 1 октября. Затем они отправятся в Москву для участия в заключительном туре. Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2016» будет назван в Кремле накануне празднования Дня Учителя. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Событие, с которого началась христианская эпоха в истории цивилизации. Православная Церковь отмечает воздвижение Креста Господня. Подлинное древо было найдено в начале 4 века, и оно стало духовным символом процветания сначала Византийской империи, а затем и всего христианского мира. В воздвижении – один из 12 великих церковных праздников. На божественной литургии в храме побывал Олег Зверев. В числе 12 самых главных христианских праздников этот единственный, событие которого напрямую не связано с евангельским повествованием. Воздвижение Креста Господня произошло через 300 лет после земной жизни Иисуса Христа. Тем не менее, в мировой истории вряд ли найдется еще одно такое же событие, которое столь радикально изменило бы от развития мировой цивилизации. Всего 20 лет понадобилось Риму, чтобы из языческого стать христианским. После того, как престол Вечного Города возглавил Константин Великий, он сначала провозгласил веротерпимость, а впоследствии узаконил христианство в качестве официальной идеологии. По заданию императора его мать, царица Елена, разыскала подлинный Крест Господень. И вот уже почти 1700 лет в честь этого события совершается поклонение главной святыне христианского мира. А после того, как было обретено Древо Креста Господне, христианство распространилось сначала по всей империи, а к нашему времени дошло до каждого уголка планеты. К моменту вошедшего престола императора Константина многие были христиане, даже из двора, но это скрывали. Поэтому особого труда не составляло, когда это уже государственная власть начала проводить политику в отношении церкви определенную. Оказалось то, что общество оно готово принять. В день воздвижения Креста Господня во всех православных храмах мира проходит торжественное богослужение. В современной традиции крест уже не является орудием казни, как это было в прежнюю эпоху. Жизненный путь человека начинается с крещения, и всю жизнь он носит данный ему крест. Ну, во-первых, мы, когда рождаемся, нам батюшка при крещении одевает этот крест. И мы носим эту всю жизнь крест, потому что это защита наша. Крест, он спасение, защита и наша сила. Несмотря на жизнеутверждающую идею праздника, устав предписывает строгий пост в память о страданиях Бога-человека Христа и всех христианских мучеников. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. А теперь коротко о других темах дня. Лишение прав грозит автовладельцам, которые заклеивают номера. С начала года сотрудники ГИБДД сдержали в Самарской области более 220 таких машин. На эти хитрости автолюбители пошли после повсеместной установки камер видеофиксации. Чаще всего заклеивают одну из цифр номера, либо стирают ее, а также используют номера перевертыша или складывающиеся номера. В Самаре построят ливневую канализацию на улицах Новосадовой, Советской Армии и Пятой Просеки. Предпроектные работы оценены в 3,5 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить инженерно-геодезические и археологические изыскания, разработать и утвердить проекты планировки и межевания территории. Все работы должны быть выполнены в течение полугода. Новый порядок охоты предлагается следующего года ввести Минприрода России. По действующим правилам, главы регионов самостоятельно выбирают для охотников 10 дней в период с 1 марта по 16 июня. Авторы предлагают добавить дополнительные 6 дней для охоты на селезни с использованием живых пацанных уток. Документ вызвал негодование экологов. Гринпис России утверждает, что ведомство недопустимо расширяет сроки весенней охоты и легализует петельный лов, который в советское время был запрещен как браконьерский. Охотники же говорят, что продлить весенний сезон необходимо. Из-за плохой погоды не все успевают выехать на природу вовремя. Силовики Тольятти по тревоге выезжали в детский сад. Возмутителем спокойствия оказался 54-летний мужчина. Он позвонил в полицию и сообщил, что у него граната. Выяснилось, что мужчина стоит на бирже труда, куда в этот день он и приехал отметиться. После чего ему показалось, что его преследуют. Он долго бегал по району, после чего забежал в детский сад. Мужчина позвонил в полицию, а чтобы те приехали быстро, сообщил, что у него граната. Стражи порядка передали его врачам психбригады. Из Самары в Ташкент по многочисленным просьбам назначен новый пассажирский поезд номер 481-482. В его составе курсируют купейные плацкартные вагоны. Отправляться они будут еженедельно из Самары по пятницам из Ташкента по понедельникам. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Поехали! На первое заседание собрались вновь избранные депутаты Думы шестого созыва. С наступлением осени самарцы активно осваивают тихую охоту. Какие грибы класть в лукошко, чтобы потом не было мучительно больно. Сделал фото на выборах, получи приз. В Самаре определили победителей селфи-конкурса. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова